29 октября прошел финал киберспортивного турнира University Stage League S2. Команды Казанского федерального университета и Казанского государственного энергетического университета сразились за третье место. Только недавно видеоигры казались чем-то легкомысленным, а говорить про то, что этим можно заниматься серьезно и получать с этого доход, например, как профессиональный футболист, не представлялось возможным. Университет же сделал это доступным для талантливых студентов. По итогам третье место завоевала команда Казанского федерального университета в очень упорной борьбе по картам 2-1. Ребята выиграли команду из Энерго университета, а соответственно в финале матча за первое место сильнее оказалась команда из Кнетукаи, которая выиграла в финале Казанский инновационный университет. По итогам соревнований третье место заняла команда КФУ-2. Игра шла напряженно, но благодаря мастерски отточенной тактике ребята смогли одолеть соперника в лице команды Кей Энерджи КГУ. Каждый раунд игры был важен для обеих сторон, поэтому никто не прощал ни промахов, ни брошенной позиции. Главную поддержку команде оказывали болельщики. Соревнование проводилось в малом зале культурно-спортивного комплекса Уникс. Атмосфера там царила впечатляющая из духа Мазарта. Призовой фонд в этом году составлял 100 тысяч рублей. Соответственно, команды распределили его между собой. И вот в этом году, помимо того, что они получили как раз звание чемпиона, победителя, могли с собой унести небольшую сумму. Когда на пороге игры будущего 2024, которые будут проводиться в Казани уже в марте, Казанский федеральный университет идет в ногу со временем и помогает студентам, которые хотят проработать свои любительские навыки в видеоиграх до профессиональных. Для того, чтобы испытать свои киберспособности и получить шанс выиграть существенную сумму от спонсоров, в наше время есть все возможности. Ведь в УЗИ создана специальная киберспортивная сборная.